Здравствуйте! Это новостройка программы о квартирах и о том, как правильно их покупать. Чистый воздух и хорошая экология – один из важнейших факторов, которым люди руководствуются, выбирая себе место жительства. И чем выше вредная нагрузка на природу, а эта нагрузка неизбежно растет, тем большее значение имеет экологический фактор. Абакан в экологическом рейтинге российских городов пока находится на 35-м месте. Это неплохо. О том, как строительство жилья влияет на экологию в столице Хакасии, подробнее сегодня мы и поговорим. Формальдегид, фенол, бензопирен и пыль. Из чего состоит воздух Абакана? Идет страшное загрязнение Абакана, Абакана-Чернгурского промоузла, частным сектором. Вот и осень пролетела. До сдачи дома в эксплуатацию остаются считанные месяцы. Единственное, что очень трудно, так это каждую серию нам приходится несколько раз подниматься и опускаться по этим самым лестницам. Новые высоты Хакасского строительства. Когда в Абакане начнет строиться вторая 17-этажка. Очень много приобретают жилья молодежь. Очень много. Чистая вода, воздух и почва. Об этих простых вещах жители столицы Хакасии сегодня могут только мечтать. Большой город и здоровая экология – вещи, к сожалению, несовместимые. Но вот ограничить выбросы вредных веществ людям под силу. Как свидетельствуют данные исследователей, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Абакана колеблется и зависит от многих факторов. В их числе ветер, температура воздуха, время года и даже день недели. Так самая максимальная загазованность в Абакане наблюдается в безветренную погоду, зимой и в морозные выходные. Список загрязняющих веществ в воздухе стандартный. На первом месте бензопирен. Он образуется при сгорании практически любого топлива. Также присутствуют формальдегид, фенол и взвешенные вещества. Стандартная городская пыль. Раньше я говорю, что лучше иметь свой дом. Но сейчас смотрю, столько потерь тепла идет, столько загрязнений от сжигания угля, что, наверное, лучше для Абакана многоэтажный дом, квартира. То есть я себе противоречусь. Лет пять назад я говорил, что преимущество за частным домом, то сейчас у меня другие взгляды. Потому что идет страшное загрязнение Абакана, Абакана-Чернгурского промоузла частным сектором. Хакасия хоть и расположена на юге Сибири, но зима здесь длится гораздо больше своих календарных значений. Поэтому по полгода и больше топить печи частные домовладельцы просто вынуждены. Решить эту проблему могло бы централизованное тепло- и водоснабжение частного сектора. Но пока это только планы. Сейчас есть некоторые жители, которые живут вблизи вот этих домов маленьких. Они уже сегодня испытывают дискомфорт от того, что когда топятся печи, то этот дым весь поднимается. Я думаю, за городом Абаканом, за нашим городом, за центром. Я вижу его исключительно высотной застройкой, красивой. Большая концентрация вредных веществ в местном воздухе обусловлена еще и тем, что Хакаско-Минусинская котловина плохо проветривается. Подобно сковородке, географически она расположена между возвышенностями. Поэтому в штиль, слой смога над городом, видно как с окрестных гор, так и с высотных зданий. Видно сверху и кое-что еще. Если посмотреть сверху на город Абакан, просто с высоты птичьего полета, то видно, что центр города, наш центр города, к сожалению, выглядит непривлекательно. Видно, что среди красивых микрорайонов очень много домов частного сектора, там еще 40-50-х годов застройки, которые выглядят ужасно сверху. Особенно видно эти дыры все в крышах, видно заваленные заборы. Желание строителей преобразить центр Абакана находит понимание и у городских властей. Учитывается здесь не только экологический фактор, но и комфорт горожан и даже демография. Например, этот клочок земли раньше занимали всего 10 подворий. Через три года на этом же самом месте вырастут свыше 700 квартир, две 17-этажки и два 19-этажных дома. Вторая 17-этажка от компании Власт Инвест будет строиться именно здесь, на этом самом месте. Изыскательские работы тут уже проводились. Ну а когда начнется строительство и самое главное, когда будут продаваться квартиры во вторую 17-этажку Абакана, мы расскажем чуть позднее в нашей программе. Сейчас традиционный дневник новостройки. Как и планировалось, все основные высотные работы на первой Абаканской 17-этажке должны завершиться до конца осени. На самом верху здания строители возводят уже парапетную часть кровли. Одновременно с этим на финишную прямую выходят и фасадные работы. На первом этапе новостройку утеплили и покрасили вплоть до 13-го этажа. А в эти дни утепляются и обзаводятся лоском внешние стены самых верхних этажей. Внутри дома уже тепло и здесь вовсю трудятся штукатуры-маляры. Их бригады занимаются не только внутренней отделкой квартир, но и просторных холлов высотки. Чтобы работа продвигалась быстрее и с высоким качеством, перед нанесением штукатурки стены здания сушатся тепловыми пушками. Штукатуры-маляры, каменщики, сварщики, электрики, монтажники ежедневно и ежечасно стройку двигают вперед десятки профессионалов самых разных специальностей. Все они работают синхронно на один общий результат. Первая абаканская 17-этажка – здание уникальное во многих отношениях, в том числе и в плане пожарной безопасности. Проект дома уже изначально предусматривал возможность эвакуации жителей в случае чрезвычайных ситуаций по специальным пожарным выходам. Они имеются на каждом этаже и соединяются общим лестничным пролетом. В целях безопасности этот конструктивный элемент полностью изолирован от жилой части здания. У нас есть незадымляемая лестница, оборудованная пожарными дверями, и есть места для маломобильных групп, где они могут переждать, в случае, если вдруг такой случай наступит, и дождаться сотрудников МЧС, которые смогут эвакуировать и помочь им и так далее. Поэтому в плане безопасности пожарной и прочей безопасности – это также очень удачный проект. Продуманный, проработанный буквально по мелочам. Сейчас мы покидаем жилую часть новостройки и выходим в так называемый пожарный тамбур, благодаря которому люди при любом задымлении смогут спокойно эвакуироваться из дома. Площадка, где я сейчас нахожусь, не балкон жилой квартиры, как раз и есть тот самый пожарный переход, который ведет к сквозной лестнице, которая соединяет первые и семнадцатые этажи. Лестничные пролеты для пожарной эвакуации в новостройке очень просторны. Воспользоваться ими жители легко смогут и в случае отключения электроэнергии, когда добраться до нужного этажа на лифте будет невозможно. Скажу честно, снимать программу новостройка очень легко и интересно, она постоянно меняется. Единственное, что очень трудно, так это каждую серию нам приходится несколько раз подниматься и опускаться по этим самым лестницам на семнадцатый этаж. Начиная с апреля этого года в эфир вышло уже 14 серий новостройки. Если измерять этот период в построенных квадратных метрах, то начиналась программа с седьмого этажа. Тогда новостройка представляла из себя продуваемый всеми ветрами продолговатый железобетонный каркас. Покоится он на монолитной железобетонной плите, это редкость для Абакана. Технология дорогая, но она гарантирует сохранность здания даже при сильном землетрясении. В начале лета пустая бетонная коробка на монолитной плите стала приобретать черты жилого дома. Применение данного способа строительства позволяет повысить надежность и сейсмоустойчивость здания, увеличить количество этажей до 25, а также дает возможность собственникам квартир дать возможность для реализации их идей по перепланировке квартиры, свободной индивидуальной планировке, а также соединению двух смежных квартир. За считанные часы возвести здание под крышу позволил главный строительный материал, из которого возводились внешние стены и межквартирные перегородки новостройки – газобетонные блоки СИБИТ. Их укладка производится в десятки раз быстрее кирпича. А за счет того, что этот газобетон был предварительно обожжен в автоклавной печи, стены дома будут сухими и теплыми. Во-первых, материал долговечный, обладает низким коэффициентом теплопроводности, очень легко обрабатывается, то есть пилится, штробится, режется и так далее. А еще за летний сезон новостройка успела обзавестись уникальной для Абакана фасадной системой Циризит. Она включает в себя специально подобранные составы клея, утеплителя, армированной сетки и штукатурки. Стены с таким покрытием не только дышат и надежно сохраняют тепло, но и красиво выглядят в европейском стиле. Подобных зданий больше нет в Абакане, а вот в Новосибирске и Санкт-Петербурге такие многоэтажки украшают самые современные улицы. Сегодня первая 17-этажка Абакана – это уже не только самый высокий жилой дом в Хакасии, но и образец использования самых передовых технологий для всей сферы жилищного строительства в республике. Причем интерес к этой новостройке проявляют не только профессиональные строители, но и простые горожане, желающие улучшить свои жилищные условия. Дом еще не достроен, но львиная часть квартир в нем уже обрела своих собственников. К сожалению, квартир остается мало, выбор уже небольшой. Традиционно однокомнатных студий уже всех разобрали. Однокомнатные практически их уже нет, их осталось там несколько штук. Двухкомнатные студии и двухкомнатные еще есть в наличии, но их тоже, к сожалению, уже немного. А хочется, конечно, чтобы их было еще больше, поэтому мы планируем в этом году начать строительство нового дома обязательно, потому что понимаем, что великолепные квартиры с хорошей планировкой. На сегодняшний день у нас есть люди, которые прямо приходят настоятельно, оставляют нам свои данные, телефоны и просят сообщить, рассылку получить о том, что строительство дома начато и что открытые продажи можно прийти и можно приобретать. Я думаю, что продажи у нас будут в начале 2018 года открыты. Чтобы жильцам в новостройке жилось удобно и комфортно, сокольные и первые этажи здания занимать будут предприятия торговли, а также организации сферы услуг. Помещения под эту коммерческую недвижимость изначально проектировались и распределяются строителями они сегодня с учетом интересов жильцов всего дома. На первом этаже традиционно, как правило, размещают магазины хотят, либо это офисы компании, которые хотят, чтобы их видели с проезжей части и так далее. В нашем случае, вот уже в построенном микрорайоне, у нас есть и офисы, и магазины, и быстрое питание, кухня, вкусная домашняя еда, и компьютерные клубы, и магазины продуктовые, и промышленные товары и так далее. Поэтому весь набор есть. И здесь у нас также складывается такая тенденция уже идет к тому, что здесь тоже очень разнообразные покупатели, которые приобретают эти офисы, что позволит им тесно не конкурировать друг с другом, а нормально сосуществовать. Поэтому добро пожаловать. У нас еще есть три офиса, три офисных помещения нежилых. Один в Цоколе и... Два в Цоколе и один на первом этаже. Поэтому добро пожаловать. Приглашаем вас разместить что-нибудь интересное в нашем микрорайоне Парковом. Ну, надо помнить о том, что один только дом, 192 квартиры, а таких домов будет еще одна 17-этажка и две 19-этажки, где еще больше будет квартир. Поэтому сам микрорайон будет достаточно многочисленный, многолюдный. Ну, и мы сегодня уже видим и наблюдаем, что очень много приобретают жилья молодежь. Очень много. Поэтому надо понимать, что молодые люди, дети, все это будет присутствовать в нашем микрорайоне Парковом на полной цели. Жизнью, смехом, что очень приятно. Прощаемся по традиции на самой высокой точке нашей новостройки. И сейчас мы находимся на парапетной части кровли. Скоро здесь будет производиться утепление, а потом появится крыша. Она будет плоской, но какой именно, мы покажем в ближайших сериях проекта. Увидимся через две недели.